Все расплавить, если в сироп, это будет состояние любви. Вот приблизительно такой пример я вам хочу сказать о Творце. А то о всем, что есть, обо всем, что есть во Вселенной или везде, во всем, что есть. И мы... Знаете, если вы будете сидеть и слушать, а не писать в чате, будет все прекрасно. И вы трансформируетесь, и вы получите энергию любви, и сейчас у вас будет повышена частота через меня. Если вы будете, внимание, вот кто-нибудь будет на клавиатуру, на т-т-т, просто так реагировать на писанину другого, вот тут вот есть крестик наверху, вам надо пойти погулять, вам, значит, неинтересно. Все просто. Кому интересно, тот послушает. Я могу даже для пяти человек говорить. Я знаю, зачем я живу на Земле, я нашла свое предназначение. И я это делаю день и ночь, всегда и всюду. А та, кому неинтересно, тот же что-то все знает, или уже вознесся, или уже переход прошел свой. Вам здесь не надо быть. Вам не нужны ни курсы, ни слушать никого. Вы можете пойти за две заняться своими делами. И все будет прекрасно. Но есть те, кто каких-то самых сутей не знает и находится с вопросами. И чтобы бы эти вопросы больше не возникали, можно пояснить самую главную суть. Я это все равно делаю. Так вот, мы с вами, больше никто, именно мы с вами ходили на Землю много-много воплощений, много-много раз, только для одного. Для того, чтобы вспомнить, что мы есть Боги, простить друг друга, наконец-то начать любить, заботиться друг от друга, с милосердием, состраданием, поддержкой, альтруизмом и божественной жертвенностью. Не путайте ее с земной жертвенностью. Прошу не путать. Если кто-то не знает, то задайте вопрос. Божественная жертвенность, она совершенно другая. Мы с вами отключены пока что от своей памяти, кто мы есть, какие мы есть и какими мы должны быть вновь, вспомнив себя, что мы свет и любовь на самом деле, а никакие неразделенные человечки. И еще спросите себя, почему появился вдруг вот этот вот человек, который там пишет свое что-то. Кстати, световое тело могут видеть кто угодно, все, кто входит в измененное состояние сознания. Не обязательно эзотерики, святые и просветленные. Это могут в измененном состоянии быть те, кто употребляет какие-то наркотики или что-то. Вы думаете, зачем они это делают? Они делают, чтобы изменить состояние своего сознания и где-то найти ту частицу любви, которую им не дали ни мама, ни папа, ни общество, ни те, кто родили, ни те, кто воспитывали. Поэтому они и там. У нас у каждого с вами есть в нашей энергетической структуре, принесенной с собой, определенное количество энергии, света, золотого света. Вот вы видите у меня пространство золотое. Вот точно. Если поднимете вот так свои ручки сейчас, то на кончиках пальцев там увидите резервуар. Не увидите, а знайте, что над вами вот там есть резервуар с золотой энергией, которая по определенным дорожкам, каналам движется в наши чакры, в наше внутреннее существо, где находится сам творец, колонна света, и где все исполняется. У нас есть с вами энергетическая структура, мы ее знаем как наша аура. Но вот эта энергия, которая находится над головой, и еще такой же резервуар на 60 сантиметров под стопами, вот эта вся энергия должна бы быть по-хорошему, полностью занять наше тело и еще светиться, излучать свет и все тонкие тела. И тогда бы мы были все здоровы, счастливы. И сотворяли, как все волшебники и маги, мгновенные какие-то вещи, как Саибабада. Это раз, и у него на ладошке вещичка, или цепится пепел, или какие-то украшения. То, что он очень много умел создавать. Он был высочайшей частоты вибрации аватар. У нас такие еще есть на планете, есть много людей, которые умеют материализовывать. У нас даже в Москве есть школа, которая обучает милитации, телепортации, манифестации, вот это все. Манифестации и материализации – это одно слово. Просто нужно привыкать к новым словам, к новому ликбезу, к новой грамоте, энергетической грамоте, метафизической грамоте. Поэтому уважайте всегда себя, когда вы с кем-то общаетесь на эти темы, старайтесь говорить теперь тем языком, который пришел к вам из литературы, где вы что-то постигали для расширения своего сознания. Так вот, для чего нам нужен свет и любовь. Давайте будем перечислять. Свет, у нас чат заблокирован, да? Мне бы, конечно, хотелось. Разблокировала. Дорогие мои, подскажите мне, пожалуйста, на какую мне нажать кнопочку, чтобы чуть-чуть уменьшить экран, страницу вообще. Я автоматически куда-то нажала, и теперь у меня немножко... Я бы хотела чат, вот где печатают, видеть. Напишите, пожалуйста. Наверняка у нас здесь есть продвинутые. Так. Ну-ка я попробую. Так. Квадратик по видео включил. Нет, это не то. Так, это не то. Я свой экран увеличила. Чуть-чуть. Мне нужно его уменьшить. Я спрашиваю вас в помощи, дорогие. Уменьшить свой экран чуть-чуть. Еск, да? Так, попробую. Нет, еще немножко не то. Немножечко не то. Вверху рядом с микрофоном, два раза на экран. Теперь вы... Я маленькая, я себя сейчас увеличу, дорогие. И просто хочу... Вот так. Я видела с микрофоном, но это только для моего экрана желтого. А я говорю о своей странице. Вот просто мой экран на ноутбуке. Я его увеличила, и у меня немножко все увеличилось. Ладно, бог с ним. Так, так, так. Если у меня риктографик или стрелочки. Ну, видела я его, но он только вот этот желтый экранчик мой, выступающий, только регулирует. А остальное нет. Так, и поехали. Спасибо, что чат включила. Тогда буду, его повыше будет, он, наверное, подниматься, и так видеть ваши ответы. Давайте мы с вами сейчас поработаем. Дорогие, давайте мы с вами сейчас поработаем. О чем речь? У нас речь идет вот о чем. Бог, Создатель, Творец, все, что есть, это есть безусловная любовь. Надеюсь, что вы об этом знаете. Надеюсь, что вы об этом знаете. Тогда подтверждайте просто тихонечко там. Плюсик, плюсик. Попробуйте стрелы одновременно. Так, что... А, угу, вот, это точно. Это точно. Все, спасибо за стрел. Все, дорогие, отлично. Все, у меня все вернулось. Теперь мне удобно работать. Благодарю. Не заметила кого, чат убежал. Ну, спасибо, я вас люблю. Значит, поехали. Спасибо, безусловная любовь. Теперь давайте разберемся с вами, какую роль играет безусловная любовь у нас на Земле. А сейчас отвлечемся от космоса, от Творца. Вот мы здесь с вами есть, одна подводная лодка. Кто у нас здесь просто планета Земля, какую роль безусловная любовь играет, в чем она, где она должна быть. Давайте перечислим, где должна присутствовать безусловная любовь и в каком виде. Значит, давайте я буду спрашивать. Так, в отношениях, спасибо. Во всем, так. Во всем, ну, мы же сейчас с вами работаем, да? Любовь к детям, так. В отношениях, загибая пальчики. Спасибо. Еще. В отношениях с кем, опять же, да? Она создатель всего, что есть. Но это так, мы сейчас глубже идем. Мы же с вами заниматься хотим, да? К себе. Так, мы и есть, безусловная любовь. Да, мы есть. Но если я сейчас, Эл, спрошу, как вы живете, счастливы вы и до конца ли вы просветлены и святые, вы скажете, что что-то нет. Так, в нас, со всем окружающим отношения к жизни, любовь к природе, любовь к себе, к людям, к земле. Лев, сердце. Хорошо, я направляю. Какую роль играет в нашем физическом теле? Безусловная любовь. Так, в служении, к врагам, в сердце каждого, работа, семья, любовь ко всему на свете. Мы идем просто к обыкновенной социальной жизни. Вот наша бытовая с вами жизнь, обыкновенная. Вот мы живем. Есть у нас тело, есть работа, есть люди, любимые, семья, есть дети там, да? Родня есть у нас, есть на работе близкие, есть соседи, есть близкие друзья, да? Есть у нас действительно природа. Какую роль во всем этом играть должна быть безусловная любовь? Так, она ведет к радости, к счастью. Это уже состояние, да? Отношения. Так, здоровье. Вот пошел процесс, молодцы. Гармония, принятие, счастье, радость жизни. Это состояние, да, безусловно, любви. Изобилие, изобилие, процветание там, финансы, да? Вот я, наверное, это имею, ну, вы имеете в виду. Изобилие, пусть урожае будет, да? Здоровье, так, просветление. Позволяет жить без обид. Умница, вот мы идем вглубь. Жить без обид помогает прощению. Или даже, знаете как, не помогает, Леночка, да? А создает, ведет, делает прощение. Здоровье, творчество, да? Отлично, вот правильно. Простите принять всех такими, как есть. Радость во всем, баланс, гармония, радость, сострадать. Отлично, правильно. А умеем ли мы сострадать, да? В таких ситуациях кому мы сострадаем, а кому нет? Почему считается, что люди являются моим отражением, и это может сказать каждый про себя? Как это объяснить? А, Ирочка, замечательный вопрос, благодарю, отвечаю. Когда создатель воплощался в эту игру, в нас, частицами души, он себе создал подсказку. А как я узнаю, какой же я плохой или хороший? И он придумал такое зеркало, что каждый человек, который будет возле меня, он будет отражать меня, истинного. А все остальное мы носим маски. Ириш, мы просто носим маски. Я, мама, маска мамы, маска жены, маска дочки, маска пассажира, маска водителя, маска повара, маска, все маска. Здравствуйте. Понимаете, все наши остальные роли несут маски. Каждый. И вот в каждой маске нужно увидеть свое отражение и изменить себя. И посмотрите, как мы знаем, что у нас безусловной любви на планете не оказалось, нет ее в жизни. Как мы узнали об этом? Как мы проживаем это? Напишите мне, что ее нет. Как жить без масок, Ирочка? А вот это и есть переход. Когда я есть, кто я есть? Я без масок. Я белая ворона, но не страдаю от этого. То есть передо мной зеркало, но я и в то же время зеркало для другого точно. Все очень мрачно. Вот ответ первый. Все очень мрачно. Это без любви, да? Если я вижу роли других, означает ли это, что я сам играли? Абсолютно. Мы все играем роли. Тяжело, когда нет любви, да? У Эветы она есть. Во всем, наверное, есть, да, Эвета? Так как есть обиды, зло, несчастье. Да, в нашей жизни, когда присутствует зло, несчастье, драма или трагедия, или так еще, что-то сейчас вы напишите. И тогда мы знаем, что в этот момент не существует в моей жизни любви. Я не люблю. Или меня не любят, да? Без любви одни сплошные страдания. Да, Людмилочка, и этим мы и были наделены в многие-многие жизни. Находишься в тупике тоже, когда нет любви. Когда ты не проживаешь ее внутри и когда ты ее не видишь вокруг себя. Правильно. Когда человек негармоничен и несчастен, нездоров и все другие не. Правильно, Леночка? Правильно, абсолютно правильно. Вот тогда это получается, что мы рождаемся. И если нам мама с папой, нам огромный поток своей любви, вот если нам повезло, что они были любвеобильны, умеют любить, не подарили, то мы, значит, вот как все. А ведь у нас единицы на самом деле были с любовью взращены, да? Болезни – это точно. Все, болею, не люблю свое тело, да? Для некоторых воевать и убивать – это и есть проявление его безусловной любви. Так, воевать и убивать – это и есть проявление его безусловной любви. Я так не думаю, хотя в этом есть доля, немножко по-другому я бы это назвала. Это есть проявление всего, что есть. Вот если вы это принимаете, тогда вы в настоящем чувстве любви, безусловно, и находитесь. Если вы войну там еще чего-то не принимаете, то нет. Но тот, кто идет воевать и убивать, навряд ли он находится в состоянии безусловной любви. Я думаю, что он находится в разделенности, в дуальности. Если я перестаю играть, значит ли это, что мир снимает маски рано или поздно? Мир снимает маски только тогда, когда вы снимете с себя маски. Мира без вас не существует. Жестокости. Когда мы видим жестокости или сами их проживаем, значит, мы находимся вне состояния любви. Спасибо, Олечка. Но наши родненькие родители просто не знали, как любить, безусловно. Их этому никто не учил. Да, и это шло по цепочке, из рода в род, по генетике. Совершенно верно. Особенно матушка Россия была отключена на 70 лет вообще от любви, от духа, от духовности. Когда мы себя не любим, совершенно верно. Совершенно верно. А теперь скажите мне, пожалуйста, все, кто здесь сейчас находится, какой части в вашей жизни вам необходима безусловная любовь? Что вам нужно изменить в себе? И хотите ли вы это сделать вообще? А я пока почитаю. Так. А если идёт на войну защищать? Ну ведь идёт на войну, чтобы поиграть в это всё. Мы проживаем иллюзию игры, поэтому и идёт продолжать свою иллюзию, то, что ему кажется важным в этой жизни. Тогда иллюминаты, которые строят войны, находятся в состоянии разделённости. Конечно, у нас очень мало людей находится всегда в состоянии духовности, реальности. В основном человеческое сознание, люди находятся ещё пока в дуальности. Все умеем любить, безусловно, нужно высказать намерение и вспомнить. Да. Без любви не выжить. Вы вот так вот мне не пишите, вот так обтекаемо, а напишите. Мне нужно выздороветь, мне нужно помириться, мне нужно встретить свою любовь или влюбиться, мне нужно научиться тому-то. Вот так, напишите. Так. Очень необходимо, безусловно, любить себя. Отлично, спасибо. Так, нужна осознанность. Осознанность и, безусловно, любовь – это одно и то же. Научиться любить себя. Менять не нужно. Принять таким, какой есть, это основа. Мы божественны. Абсолютно верно. Но когда вы не принимали, а сейчас начали принимать, это и есть ваши перемены. Поэтому менять не нужно, оно как-то здесь, Леночка, немножко не смотрится. Так, в своём отношении к себе, деньги, без любви весьма сложно жить, опыт жуткий. Доброго вечера, мне нужно выздороветься, встретить родственную душу, выздороветь, принять себя и других. Хочется жить в любви, как в потоке, нужно выздороветь, найти себя. Мне нужно выздороветь, мне нужно встретить мою любовь, мне нужно встретить свою любовь, встретить любовь, помириться. Мне нужно найти свою любовь, полюбить себя и всё тогда. Да, замечательно, я вас благодарю. И скажите мне, пожалуйста, прямо сейчас, войдите в своё внутреннее состояние, в сердце, в душу, в середину себя, как вы это умеете делать, и ответьте мне, вы готовы прямо сейчас что-то изменить в своей жизни, научиться жить? Серьёзно, ответственно, осознанно. Не передо мной, не перед чатом, не перед всеми, кто здесь есть, не перед мамой, папой, дочкой, перед собой. Рядом с вами, вот вы сейчас на один на один, да, каждый, со своим ноутбуком, ну, ещё на картинке видите меня. Вы готовы? Серьёзно. Так, чтобы вот изнутри, потому что я знаю, можно быть немножко к этому прикасаться, а можно быть очень, очень искать эту необходимость, потому что вот оно внутри всё, вот оно горит. А чего вам не хватает, как вы думаете? Почему у вас не получается? Вы ведь старайтесь, я знаю, раз вы здесь, значит, вы что-то уже делаете, правда, на пути. Живу очень готова физически, живу уже так, принимаю сомнения. Сомнений не хватает, веры не хватает, силы, любить, энергии и сил не хватает, любить себя, знаний, любви не хватает, осознанности не хватает, доверия к жизни не хватает. И доверия к жизни, и веры не хватает наверняка, да, в эту жизнь. Сваливаешься порой снова в разделение, совершенно верно, любви, веры, знаний, любви к себе. И посмотрите, всё практически у всех одинаково. А я вам скажу, мы такие все одинаковые, у нас 7 миллиардов, но у нас всего, по-моему, 380 основных шаблонов, программ на всех. Мы поэтому и резонируем друг с другом, и притягиваемся, у нас мы очень одинаковы. Не всегда получается уверенности и трудолюбие, у меня всё есть и всего хватает, кроме денег, постоянства, энергии, доверия, отдачи. Благодарю, Левтина, люблю всех нас. О, пошёл процесс любви и принятия. Спасибо, мои родные. Я не хочу, чтобы меня не пробивали на общих медитациях, боли жуткие в сердце. Помогите, я не пробиваю на общих медитациях. А, так, может, ещё не хватает того видения световых тел. Не, ребят, сейчас коротко скажу. Ирина, удерживайте свой вопрос про боли в сердце. Вот тут, если я сейчас заговорюсь. Ладно, я хочу на эту тему сказать многим, потому что это не только с вами происходит. Свет и любовь. Вот мы с вами все основные аспекты сейчас перечислили. Где нет её? Её нигде нет. И все наши аспекты жизни, они драматичны, больны. Всё. То есть страдания, сплошные страдания. Нет здоровья – страдает физическое тело. Нет чувств любви. Страдает душа. Страдает сердце. Нет эмоций, радости, любви и удовольствия – страдает эмоциональное тело. Мысли негативные – страдает ментальное тело. Соображаете, о чём говорю? Всё страдает, когда нет любви. Но это только для уроков. И сейчас я вам объявляю прямо здесь, как заклинание, как перепрограммирование. Хватит страдать. Отказывайтесь от страданий драм начисто. Они больше не служат. Они нам больше не нужны. Вы их просто удерживаете вновь и вновь. Верой в то, что они ещё нужны. Вам просто никто не сказал. Они больше не работают на плане. Они больше не нужны. Вы можете выйти из них. Как, например, ладно, возьму вот. Вот видите, он цветной непрозрачный бокальчик, да? Непрозрачный. Представьте, ну, он из чего-то сделан, там может быть и мусор, да? Вот это вот человек мира 3D, который в драмах жил. Вот он весь такой вот, весь кожаный там, такой-такой-такой-такой больной весь, да? Несчастливый. И вот эта жизнь создана самим человеком в состоянии «я раб», «я ничтожный», «я ничтожество», «я подневольный человек», «мною можно управлять», «я плохой», «я нелюбимый», «я не люблю», «я жертва» и тра-та-та, и тра-та-та. Всё это здесь, 3D, в старой жизни. И вы можете прямо сейчас сказать, «я есть просветлённое существо света, я есть Бог-богиня, величественное, могущественное существо света, прозрачное, кристальное, хрустальное, бета». Мы переходим в состояние, как к себе, вновь, обратно, вспоминая себя таких. Такими мы приходим на землю в виде маленьких-маленьких ангелочков наших, но сами детьми, вот как дети наши рождаются. Такими приходим, потом в нас вставляют всевозможные шаблоны, программы и убеждения негативные, породу передаваемые, и мы становимся какими-то искажёнными, заполненными, но негармоничными, несчастливыми, нездоровыми, нелюбимыми. Любовь вот здесь, она действительно прозрачно, сияет лучезарно, она действительно бриллиантовая, радужная, нево-неописуемой красоты света. А здесь её уже нет. Её также вот сюда наставили, наложили что-то и превратили во что-то такое, скухоженное, заполненное негативными, искажёнными убеждениями. Вот и всё. Эти убеждения очень многие сейчас из себя выгружают, выгребают, стараются изменить. Это долгий, длинный путь. Мы уже опоздали это делать, потому что через 5 дней огромное, серьёзнейшее, электрическое, будем говорить, но это будет фотонный свет кристального такого состояния, фотонный, раньше у нас был электрический, сейчас будет у нас фотонный свет. Так вот он будет очень высокой частоты вибраций. И очень хорошо, когда он будет входить вот по большей степени вот такое осветлённое тело. Тогда мы выжим это. И к детям сейчас придём. А вот здесь свет входит в эти тела. И то, что мы сейчас с вами считаем, что мы болеем, это идёт освобождение от хлама, и свет заполняет своё законное место в наших телах. Понимаете, да? В интернете потом найдёте всё про затмение, у вас 5 дней целых, везде. Не разговаривайте, слушайте, пожалуйста. Так вот, кому не интересно, опять повторяю, покиньте чат, пожалуйста. Кому интересно, слушайте, не переписывайтесь. Если у вас есть переписка, пожалуйста, со мной переписывайтесь, когда я вам говорю. Так вот, свет заполняет эти тела и трансформирует их. Посмотрите, были вот такой формы, а теперь будет вот такой, например, формы. Мы будем свет формы иметь. У нас трансформация идёт. Трансформация. Перемена формы. И поэтому мы не болеем. Мы освобождаемся от этих искажённых блоков каких-то там, тёмненьких, низкочастотных, как это сказать, ну, там, где у нас органы болят, там, значит, понижение частоты вибраций, и у нас идёт повышение. И как мы их видим, иногда оно присутствует у нас в виде опухолей, там, ещё чего-то. От этого, как вымывается, освобождается. У кого-то это идёт хирургическим путём, кому-то ещё врачи спешат на помощь, помогают. Кто-то нетрадиционным путём, а кто-то уже верит в свою силу света и любви и сам себя исцеляет. И он старается идти навстречу переменам своим личным. Понятно, о чём я говорю, да? Поэтому первое, что нужно сейчас делать – свою трансформацию, очищение, изменения свои, приветствовать, благодарить. И тогда она вас будет проходить легко. И повелевать, я легко прохожу физическую трансформацию. Я изысканно прохожу и с удовольствием, я люблю это. Я сколько лет вот прохожу, да, 9 лет, я всегда со счастьем. Меня прожигали по 40 температур, я лежала сутками. И я ни одной таблетки не выпила, я просто лежала и благодарила. Так, как быть, если близкое окружение или обстоятельства вновь и вновь способствуют погружению в дуальность? Не реагировать на них, быть в осознанности, а находиться всегда внутри и всегда следить за своими состояниями, за своими мыслями. Осознанность, когда ты знаешь, что ты чувствуешь, что ты говоришь, что ты мыслишь. Направление – это полное управление своим существом. Полное. Своими эмоциями управлять. Отныне я буду радоваться и мыслить только позитивно. И отслеживать. После того, как сказали себе убеждения отныне, я буду радоваться. Отслеживать. Я только радуюсь. Как только немножко это так. Подышала, если вдруг спустилась, опустилась, понизила частоту. Подышала и вперед. Снова начинаем смеяться. Но самый простой способ. Кто хочет знать, как выйти из пониженного состояния вновь повысить свою частоту. Свет и любовь. Так, сейчас скажу, сейчас я расскажу. Я исцеляю себе. Сама очень хочу помогать в этом людям. Если мы, значит, не освобождаемся. Освобождаемся, то, значит, Верочка у вас просто или еще до глубины не дошло, или основное вышло, или вы очень чистый человек, чистый сосуд имеете. Это же просто. Освобождаться все равно освобождаемся. Мы не можем не освобождаться. Мы все равно будем, нам это приходится. Потому что мы ведь освобождаемся и эмоции проживаем. Если вы вдруг, я такая вся просветленная, мне так хорошо, хорошо, и вдруг начали что-то бояться. Вроде все, избавились от каких-то страхов. Это все. Новые, новые перемены, новые частоты приносят нас в новые миры. Мы их углаемся. Мы не привыкли к ним. Мы привыкли жить к одной картинке мира. А вдруг у нас появляется другая, и на каждом уровне чистоты могут всплывать свои страхи. Мы не боимся, мы же переходим в великие существа, боги, возвращающиеся в свое состояние. Нам нельзя ничего бояться. Нам нужно работать над собой, быть в осознанности. Хорошо, давайте. Вот вдруг вы были-выли веселы-веселы, и вдруг у вас кто-то, какое-то событие, человек, ну, там, кино, музыку услышали где-то, шансон, да? Я вам скажу честно. В автобусе можете шансон послушать. Проехали. Бух, упало настроение. Легко, потому что вы еще неустойчивы. Вы вышли, и вот у вас что-то вдруг упало. Кто-то где-то поссорился за спиной, нес эту энергию, вы быстро, она может к вам перепрыгнуть. И вы опять поникли. То есть, настрой, это когда настрой, тело, духа, душа, вот, в одну линию вы ощущаете свое тело, душою вы улыбаетесь, радуетесь, и дышите духом, и его ощущаете в себе, внутри себя. Так вот, чтобы вернуться в свое состояние радости и любви, первое, для души включите свет. Тома, яркий свет, если у вас маленькая лампочка, привыкли сидеть с бра, вот компьютер и бра, я вам повелеваю отныне для вашей чистоты вибраций, для радости души, душа всегда хочет света и радости, яркий свет везде, повсюду, он будет вам поддерживать ваше состояние с душой. Я в душе, вот, я всегда с ней, а душа – это любовь, это радость, это счастье, да? Далее, тело, как обрадовать тело, чтобы оно у нас воспряло, да? Потанцевать, побегать, попрыгать, подышать, в этот момент поулыбаться, вспомнить что-то лучшее, прекрасное. Замечательно. Если вы находитесь дома одни, вы можете включить веселую, клевую музыку, пять минут попляшете, вот, под цыганскую даже музыку, да, под частушки, я вас уверяю, пять-десять минут, настроение вернулось, все. Посмотрите, хороший, веселый мультик, любимый, комедию, у каждого есть свой ключ к этому. Подышать обязательно, дыхание первостатейное, побегать, попрыгать, поскакать на месте, где бы вы не были, если вы не можете остального сделать, дышите, улыбку повесили на рот, хотите вы или не хотите, тупо улыбку на рот, и если вы пять минут продержите улыбку, у вас настроение вернется, потому что включится химический процесс в теле, серотонин начнет вырабатываться сам по себе, только от одного того, что улыбка есть, мышцы ее держат. Это я вам отвечаю. Поэтому, дорогие мои, все очень и очень просто. И первое, я хочу вернуть себе радость. И пошел процесс. И тело помнит, как возвращать, и дух помнит, вы сделали повеление, я хочу, да, и ангелы, и дух ваших сказок, а давай вот это сделаем, а давай вот это. Понятно? Легкая такая практика. И вы снова вернете себе хорошее настроение. Абстрагируйтесь от тех, кто там вам. Отойдите от них подальше. Если это даже дома, выйдите в другую комнату, выйдите на улицу, в ванную, в туалет, неважно, войдите наедине, будьте в себе. И как войти в состояние я есмь, кто я есмь? Да, смех смешной, я же говорю. Сейчас научу. Во-первых, напишите мне, кто уже умеет входить в состояние я есмь, кто я есмь? В духе внутри себя. Напишите мне быстренько, плюс или минус, кто умеет, а кто не умеет. Мне очень интересно. Сейчас я вас научу самому простому и быстрому. нет, нет, это. Так, 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 так. Многие не умеют, кто-то умеет. А давайте я вас научу, и вы мне потом напишите единичками, те, кто написали, что у них плюсики, знали ли они об этом или нет. Я хочу вернуть радость, а ум говорит, как же твоя правда, и поехала дуальность. Ой, правды вообще нет, у каждого своя истина, а правды нет. Альф, не надо с умом. Вот смотрите, сейчас я вас научу, как быстренько войти внутрь своего я есть им присутствия. Просто-напросто, где бы вы не были, где бы вы не были, абсолютно, найдите впереди себя, перед собой точку. Вот прямо сейчас, где вы есть, вот вам практика, да, еще одна. Там, где вы уже есть, оторвите взгляд от компьютера, просто слушайте меня и найдите точку впереди себя. Сядьте обыкновенно, обыкновенно, тело ваше, мне кажется, сразу само расслабится. Смотрите в эту точку и расфокусируйтесь. Я это делаю мгновенно, я внутри себя. Как вы только расфокусируетесь, вы следите за своим ощущением, вы окажетесь внутри своего тела. Вы не будете чувствовать своих органов, но вы будете ощущать себя внутри. если будете практиковать это делать каждый день и, может быть, не по разу, у вас очень быстро вспомнится, а расфокусироваться, это значит, вот смотрите, когда вы смотрите четко в точку, это у вас фокус, а расфокусировка вы как будто сразу везде смотрите, вот так, никуда. но и головой не вырочите, а просто вот в одно направление глаза удерживаете как бы в этой точке, но она у вас вот расплывается так раз, но вы сразу видите все вокруг, вот так, по периферии глаза. Вот. И если вы найдете в интернете или у себя в архиве где-нибудь, а внимание в теле, внутри, вот здесь вот внутри тела, вот у меня это уходит за грудь туда. Да, тишина внутри, конечно. Получается, нет такого слова, никогда не произносите слово нет. Если не получилось, говорите, а я все равно вспомню, я умею это делать. И все. Значит, смотрите, есть такие картинки специальные, да, движущиеся они бывают, многомерные картинки, прямо наберите в интернете многомерные картинки. Это знаете что? Вот нам тренироваться очень хорошо. Когда вы вот так смотрите, там даже еще там пишут, как это надо делать, значит, да, вы видите не плоскую картинку, а как будто в мультике вот многомерные сразу, как будто перед вами живая картинка, там кто-то еще появляется, выделяет 3D-картинки. Да-да-да-да-да-да, стерео, плотцы. Ну, многомерные, это и есть. Вот. И вы старайтесь на них научиться, вы очень быстро вспомните это состояние, мы это все умеем. Вот, да, это и есть, когда ты выключаешься, Наталья, это и есть, вы входите внутрь себя, вы можете в этот момент разговаривать со своим я-есим присутствием, принимать свои ченнелинги, свои подсказки, информацию, что хотите. Вот видите, книги есть, объемные картины для зрения. Да-да-да. Вот, мои дорогие, учитесь, и это будет легко, и вы будете ощущать себя. И еще состояние радости у вас, любви, да, а вот безусловной любви и побольше практик световых я вам предлагаю как раз в своем новом курсе, но он вот зимний курс, который я готовила как раз после сообщения о новых событиях, о переходе. Я поняла, что людям нужно дать практики, которые изменят их частоту вибраций, поднимут ее, и им будет легче переносить все эти приходящие частоты. Это я сегодня как объясняла, если ты жил с напряжением 220 вольт в теле, ну как бы, да, и ты привык к ним, вот мы сейчас, то будет 1000, например, вольт. И это, я, например, каждый день чувствую, как у меня по телу в разных местах, это вот все струится, бежит, прикоснуться ни к чему нельзя, везде стукает, везде бьет током, бумажки, тряпочки, пластмасса, железо, вообще не важно от всего, очень сильно бьет током, потому что огромное электричество внутри тела уже. Вот. И его чувствуешь и в ногтях, и в зубах, и в костях, и бежит по мышцам, по коже, везде идет чувствительность, слушайте свое тело и позволяйте течь вашей энергии. И я предлагаю вам прийти ко мне, даже уже не прийти, купить, потому что сейчас, вот, свет вашей мечты, специальный курс, который я вам приготовила для того, чтобы вы могли взять там практики, практиковать их и применять. Что вы будете делать? Вы будете просто... Они простые. Когда вы поймете, из чего вы состоите, из какого такого света и любви вы состоите, как это так, любить, да, вы начнете это проживать, чувствовать, любить и светиться. Вы будете параллельно трансформироваться легко, потому что пока вы будете постепенно принимать, поднимать частоту вибраций, вы постепенно будете трансформироваться и будет легко. Просто потому, что практики очень простые и быстро, потому что они самую суть передают. передают самую суть, кто мы есть на тонком плане. Как только вы войдете в это состояние, вам расхочется заниматься большим количеством убеждений, которые вы несете. И когда вы будете позволять себе этому свету быть внутри вас, то есть стать светом, стать тем истинным существом, которым вы были до прихода на землю. И остаетесь этим быть, но думаете, что вы люди. Вот это ум придумал, что это человек, что он ходит, двигается, что-то делает, говорит, нюхает, жует, ощущает, видит, слышит. Есть у нас пять чувств, которые помогают. На самом деле мы с вами уникальные световые сущности, частички Творца. И вот об этом курс свет вашей мечты. Для того, чтобы вы, вы сейчас мечтаете быть здоровыми, вы это здоровье в себе создадите, вспомните. Вы мечтаете быть счастливыми, вы научитесь это счастье создавать, проживать. И эти частоты, вот эта энергия поможет вам проживать ваши потенциалы, которые вы удерживаете в своей голове как мечты. Вы мечтаете, например, найти любимую работу. Вы ее быстрее найдете, у вас повышена скорость ваших атомов, вибрации атомов в вашем существе. И поэтому быстрее этот потенциал придет. Вы начнете менять свои отношения с другими людьми, потому что вы научитесь их любить, принимать, видеть их тоже световыми существами, потому что мы все одинаковые. Вы научитесь дружить с ними, любить их. Вы быстрее преобразуете свои отношения со своими мужьями и женами в счастливые отношения, потому что вы будете осознанны видеть всех богами и богинями и себя в первую очередь. Этому я учу вот на этом курсе «Свет вашей мечты». Как же светиться любовью я вам эти практики практически все уже провожу и говорю, все объясняю, Ираидочка. Ираида! Все практики, все, что я говорю, это практически практики, мы уже сколько их сделали. Самое главное, ну, самое главное, это то, что мы есть свет. Свет имеет уникальнейшее назначение. Его суть это знание. Когда вы знаете, вы наполнены светом, осознанностью. и если вы видите себя светом, тогда вы не можете ничего бояться, потому что вы знаете, что входит в ваше поле. Знание, кто вы есть, что вы есть, откуда, зачем, для чего. Свет всегда несет, кроме того, что осознанно, вот сознанием своим, вы знаете, еще подсознательные коды знаний. И когда вы вдруг ниоткуда идете что-то, ну, например, пишете какое-то сочинение и знаете, как его прекрасно написать. Всегда знали, просто это знание внутри вас находится. Вы начинаете какой-то новый проект, неважно, стряпаете новый пирог, который услышали, но рецепта у вас нет, и вы его сами придумываете и делаете великолепным и прекрасным. Вы внутри уже это знание знаете, вы просто его вспомнили. Свет это знание. Все состоит из вибрирующих атомов. Существует понятие кванта, это когда знание, когда знание в этой точке появилось, оно есть везде и во во всем. И вот эти кванты они в нас тоже приходят кодами света, вот они в нас запакованы в ДНК, и вот этот свет, который придет, он принесет нам еще больше знаний. Очень много будет открытий, гениальности, талантов в нас самих будет включено. вспомним знание того, но если мы боги, а бог есть все, значит мы вспомним себя всем, что есть, и все знания мы в себе сможем открыть. Я говорю сейчас именно об этом. Это очень важно сейчас вспомнить, что световые существа, поднимать свою частоту вибрации и из этого состояния излучать свет чувством любви. Да, там есть медитации, там есть активации, там есть практики, он весь состоит из практик, из разъяснений соответственно, кто, что, зачем, для чего и почему. И я вас еще раз, мы сейчас с вами проведем активацию, я сейчас помню, я просила Наталью кого-то по поводу сердца сказать, почему-то я помню она Наталья что-ли, не напоминает. Смотрите, безусловно, любовь, она протекает в нашу дуальную реальность через наше сердце. А когда сердце закрыто, оно не позволяет, не может пропустить эту энергию любви и света. и человек хмурной такой ходит, он и больной ходит, у него и все негативно, никого не принимает, всему сопротивляется, гордыня там у него немеренная, я это не хочу, я то не хочу, я все знаю, туда не пойду. В общем, закрытое сердце, он не побежит никому помогать, ничего не будет делать, у него закрытое сердце. когда вы на время медитации испытываете какие-то боли в сердце, просто оно в этот момент открывается, а вы об этом ничего не знаете и не позволяй ему. Вот я вас прошу всех, неважно болит оно у вас не болит во время медитации или без медитации, позвольте первое, я позволяю своему сердцу открыться, чтобы оно любило, легко, радостно, просто, вспомнило, как это любить. Вот, хорошо, мы сейчас с вами проведем медитацию, у нас, конечно, времени уже мало проходит, но давайте сделаем так, на последних вот минутах, чтобы у вас был такой хороший настрой, оставалось состояние, давайте мы с вами эту медитацию проведем. Мои ученики здесь присутствуют, я знаю, они эту медитацию уже знают, эту вещь такую сильную. Нет, это не так, я целитель сигнатурной клетки, во время целительского сеанса все хорошо, только на общих медитациях. во время целительских сеансов, наверное, вы других исцеляете, да, на общих медитациях, на общих медитациях позвольте себе тоже открываться, Ирочка. Давайте я быстренько вас проведу по курсу, еще раз говорю, если вам нравится моя энергия, вот прямо сейчас, вы видите меня уже второй час, вы меня слышите, если вы продвинутые, на пути, если вы застряли где-то, и в чем-то у вас очень плохо, и вы действительно нуждаетесь в сильном инструменте, который вам поможет исцелиться, измениться, начать любить, светиться, вспомнить себя, если вам нужен такой инструмент, вы прямо сейчас на это обращайте внимание, если вам нравится, то мой голос, опять же говорю, это моя энергия резонирует с вами, и я ее там в сильнейшем просто потоке передаю вам во всех этих практиках, значит идете и берете, открываете сейчас тогда, вот кто выбрал это, открываете ссылочку, вот эту, да, свет вашей мечты, заходите, читаете, там должны быть и отзывы от моих учеников и клиентов, там покрутите вниз, сейчас пройдите, ведь сейчас главное, что, если вы выбрали, вы сделаете сразу же регистрацию на заказ, заказать, и посмотрите, реально, посмотрите, что вам подходит для оплаты, если вам подходит интернет-кошельки, электронные, тогда вам нужно, значит, пройти по синей кнопочке, оплатить, да, а если вам нужны карточки, мастер-карт, Сбербанк, ну вот одно, да, вы тогда на красную кнопочку нажмите, где написано оплатить простым способом, говорю только тем, кому это надо, кто это делает, но обязательно полностью зарегистрируйтесь, чтобы мы смогли с вами в течение какого-то времени связаться. Теперь такая хорошая новость, те, кто покупают любой мой продукт, эти люди получают в подарок от меня 20-ти минутную скайп-консультацию, либо вам порешаем какую-то задачу какую-то вашу жизненную, либо куда-то направимся, может быть определим пути решения дальнейших ваших задач, но 20 минут у вас будет со мной на общение, просто так, в подарок. И кто в течение суток оплачивает свет вашей мечты, тот получает в подарок, просто так, курс материнское благословение, которое играет огромнейшую роль в жизни каждого человека, тот, кто не благословлен, тот лишен своей жизни, вот я сказала, у нас вот эти два резервуара, они имеют 100%, а при рождении от каждого ребенка матери уходит 90%, дай бог, если какое-то количество за жизнь вы смогли вернуть себе от мамы, если она вас не благословила, а сейчас есть возможность, у вас будет возможность выровнять энергию, забрать, проведя это благословение самостоятельно, как практику, либо, не важно, ребенок у вас, или ваша мама старенькая, или что происходит, или разлучены, не важно, кто где находится, перешли уже на тот свет, или здесь разлучены, не важно, энергетически все можно сделать, вот этот самый курс материнское благословение вы получаете в подарок, если за сутки вы это все оплачиваете, покупаете, не все, а свет вашей мечты, и у вас получается тогда очень сильный прорыв к себе любимому, да, куда вы стремитесь, чтобы изменить свою жизнь и жить счастливым, здоровым, любимым, любящим, чтобы найти любимую работу, иметь благосостояние материальное, у вас финансы пойдут, вы откроете свое творчество, это все взаимосвязано, это все свет и любовь, это все зависит от частоты вибраций вашего существа, вашей ауры, ваших атомов в вас вибрирующих и создающих этот свет, вот, кому если что-то непонятно, можете сейчас быстренько спросить, у нас осталось некоторое время, я хочу его использовать для очень сильной активации медитации, которая будет вам и активации безусловной любви, открытия вашего сердца и в то же время это будет активация вашей центрированности, потому что очень важно сейчас быть центрированным на планете быть и в земле и в небе, то есть с высшим своим связанным и тринадцатую фазу прошу вас как найдете скачайте это новейший вариант, он очень мощный сильный, вы пожалуйста каждый день ее слушайте, у вас будет выравниваться ваша энергетическая структура в баланс и гармонии. ну что дорогие давайте расслабимся оплатить сумму частями я пенсионер да да выходите на Светлану и все решаем можно и так у вас будет вебинар по излечению неизлечимых заболеваний у меня есть целый курс для этого но еще я провожу сеансы трансформационные сеансы которые личные Людочка вам говорю для того чтобы научить вас и помочь вам уже на сеансе и вы будете дальше все исцелять сами исцелитесь потому что никто никого не исцеляет на земле кроме самого человека сам себя вот этому я могу с удовольствием вас с вами поработать обучить и помочь ну все давайте мои дорогие свяжитесь через Свету так почему все проверено все хорошо приходит так Елена из Омска пожалуйста тоже к Свете по этому поводу напишите ладно кто 13 фазу она на ютубе залита ее там скачаете кто не смог получить к Светлане напишите ладно мы с ней порешаем этот вопрос давайте у нас время мало отпустили чат отпустили интернет все сели прямо ножки на пол ручки на коленочке расслабились спинку выпрямили давайте будем отдыхать и любить сделайте глубокий вдох и на выдохе постарайтесь максимально расслабиться сделайте еще один глубокий вдох и на выдохе почувствуйте свое тело стопы стопы икры икры колени педра живот грудь чувствуем чувствуем спину чувствуем плечи руки шею голову все тело сразу чувствуем и делаем еще один глубокий вдох и на выдохе полностью расслабляемся как на хорошем морском песочке под ярким ясным теплым солнышком очень хорошо и сейчас переведите пожалуйста свое внимание в сердечную чакру о сердце теперь отныне будем говорить всегда именно в этом месте сердечная чакра в середине груди и вот делаем вновь еще один глубокий вдох и на выдохе из сердца отправляем золотой луч энергии через стопы в центр земли через макушку головы прямо далеко в галактику и сейчас вновь возвращаемся в наше сердце и знаем что внутри нас через все чакры через сердце через сердце проходит золотая колонна света я есть присутствие делаем глубокий вдох вдох на выдохе излучаем из этой колонны как солнце во все что есть насколько вас хватает золотой свет вы можете еще раз сделать вдох и усилить свое излучение и почувствуйте сейчас как вы находитесь в центре своей вселенной внутри себя сердце и в своем я есть присутствие истинном себе это есть центрирование удерживайте это излучение как можно дольше делайте эту практику как можно чаще каждый день и вы будете чувствовать себя спокойными и гармоничными а сейчас делайте пожалуйста еще один глубокий вдох и давайте откроем свое сердце в прекрасную книгу откроем полностью распахнем эту книгу и позволим прекрасной энергии святой любви вырваться наружу и течь и течь по всем каналам по вашему прекрасному телу на каждом выдохе этот поток любви усиливается и вы ощущаете эту любовь как любовь к самому маленькому и дорогому для вас существу может быть это ваш любимый ребенок может быть это ваше любимое маленькое новорожденное животное и растение любите так как вы любите любить просто безусловно нежно-нежно сострадательно милосердно заботливо как будто вы хотите защитить что-то знайте что это вы хотите защитить и сострадать себе любимого знайте сейчас что все что находится за пределами вашего тела есть вы всякий разный но это вы и на следующем духе позвольте усилить свою любовь и отправить ее за пределы вашего тела к себе к тому кого вы не привыкли еще любить но вы просто вспоминаете на каждом выдохе продолжайте дышать на каждом выдохе вы усиливаете свою любовь и нежность видите пожалуйста этот цвет бриллиантовыми миллиардными россыпями бриллиантовых лучей это вы любите себя весь мир это вы вы всегда этим были есть и будете любите любите сильно любите нежно любите дышите и любите бесконечно пусть эта любовь соединится со всем что есть мягко текуче навечно усильте свой свет улыбайте улыбка это свет торца улыбка это сияние вашей красоты внутренней гармонии баланса блаженства покоя станьте этим покоем и миром и миром вечности и бесконечности любите 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 каждую клеточку своего существа нет ничего дороже и ближе чем ваше тело ваша душа ваш дух ваше чувство ваше чувство ваше эмоции ваши мысли ваш свет это вы любите искренне доверчиво беззаветно вы любите всегда только себя дышите дышите и любите любите это все что можно сделать для своего счастья и это состояние состояние нашего истинного существа любите откройте пожалуйста ваши прекрасные глаза пошевелите головой телом ногами руками потрите ладошки почувствуйте себя здесь и сейчас возвращайтесь дорогие вы можете соединить кончики пальцев вот так чтобы заякорить это состояние когда вы будете так делать в следующий раз ваше тело сразу вспомнит это состояние благодарю ну пару слов можете написать пока мы прощаемся я что вы чувствовали вы делайте эту медитацию как можно чаще а центрирование делайте несколько раз в день и это создаст вашу уверенность в том что вы на самом деле боги величественные могущественные и все в вашей жизни будет происходить только так как скажете вы как вы научитесь повелевать я жду вас мои дорогие не хочется выходить и не выходите оставайтесь я жду вас мои дорогие на курсе то есть идите берите учитесь растем вместе вот болезненной любви было так много это ее избытка даже слезы потекли Юдочка когда текут слезы это дух радуется в нас что о нем вспомнили его позволили ему быть здесь проявиться это очень просто я еще раз говорю если вам энергия моя резонирует если вам это приятно вашему сердцу то идемте берите инструмент и все будет так же хорошо как в моей жизни я вас всех люблю благодарю Григорий извините пожалуйста что я у вас вот немножко времени отняла я желаю вам хорошего вечера вебинара сотрудничества группа замечательные все продвинутые ощущала благость никогда не сомневалась в том что имея валительствующих сил с самого начала моего пребывания на земле разряд электрического тока видите как мощный здорово я очень рада что сегодня дух с вами так хорошо поработал всем любви и радости до новых встреч благодарю удачи всем всем пока пока всех люблю желаю вам святой любви спасибо 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 спасибо